Зажигательный прямой эфир прошел на теплом радио Севера. Живой звук музыкальных инструментов и сильный голос вокалистки создали невероятную атмосферу. О том, какие гости побывали в студии, в этот раз расскажет Елизавета Кабанова. Смех, звучание инструментов, красивый вокал и интересные истории из жизни коллектива. Именно так прошел прямой эфир радиостанции Север-ФМ и эстрадно-инструментальной студии Кьюренд Процесс. На радиостанции подобные концерты в прямом эфире уже не что-то новое. Несколько лет назад Кьюренд Процесс также были гостями Север-ФМ. В прошлый раз они собрали много положительных комментариев. И в этот раз все прошло в дружеской и веселой атмосфере. Как для любых творческих людей нам тоже хочется развиваться и придумывать какие-то новые форматы. А сейчас, когда прошел вот этот вот карантинно-культурный год, когда люди очень соскучились по живым выступлениям, наконец-то артисты Дворца культуры Арктика выходят на сцену. А нам, в свою очередь, очень приятно их приглашать к себе в студию, чтобы пообщаться с ними, услышать их новую музыку. И дать возможность услышать эту музыку нашим слушателям радио Север-ФМ. Радиостанция следит за трендами своих больших коллег. Поэтому, переняв их опыт, теплое радио Севера тоже решили радовать своих слушателей интересными и новыми звучаниями. Правда, столкнулись с небольшими трудностями. С технической точки зрения такие концерты довольно сложно организовать, посложнее, чем на сцене. Потому что пульт у нас рассчитан не на большое количество инструментов, поэтому приходится как-то выкручиваться. Но мы вышли из положения, подключили там другое оборудование, и сейчас можем себе позволить сделать такие концерты в прямом эфире. Ребята пришли на радиоэфир не с пустыми руками. Они приготовили вопросы для слушателей. Первые, правильно ответившие жители Ненецкого округа, получили билеты на их предстоящий концерт. На выходных у нас состоится концерт. Для нас это огромное событие, и я думаю, как для многих людей, потому что не было долгое время концертов. И мы стремились к этому концерту два года, можно сказать, в сумме. И ребята покажут очень многое, чего добили за эти два года. Много произведений, много новых достижений. И на концерте также будет очень много авторской музыки. В ней принимало участие абсолютно все количество нашего коллектива. Как признался нам Игорь Саботович, ребята были очень воодушевлены приглашением «Север-ФМ» и репетировали до поздней ночи. Послушать их музыку вживую желающие смогут с 17 апреля в 17.00 в Дворце культуры Арктика. Билеты можно приобрести в кассах. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».